Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим следствие из теоремы Виета. Вспоминаем, квадратное уравнение имеет вид Ах квадрат плюс Бх плюс С равняется нулю. Следствие номер 2 говорит о том, что А минус Б плюс С, если это условие вводит к нулю, то Х первое – это минус единица, а Х второе – это минус С, деленное на А. Рассмотрим первый пример. Х квадрат плюс 3Х плюс 2 равняется нулю. А равняется 1, Б равняется 3, С равняется 2. О чем говорится в условии? А остается без изменений, Б берется с противоположным знаком, то есть минус 3, и прибавляем еще 2 и получаем 0. Условие выполнено. Значит, Х первое – это единица, Х второе – берем минус С, это минус 2, и делим на первый коэффициент, то есть на 1, и того минус 2. Далее, второй пример. Итак, корни получились. Х равняется минус 1, Х второе – минус 2. Второй пример глянем с вами. Давайте возьмем коэффициент огромнейший. 16Х квадрат плюс 25Х плюс 9 равняется нулю. Но обратите внимание, конечно, такие коэффициенты по дискриминанту решать очень трудно. И по обычной теореме Виета тоже не посчитаешь. Итак, А равняется 16, В равняется 25, и С равняется 9. Выполняем условие. Первое – 16, второе – отнимаем минус 25 и прибавляем 9. Действительно, 0. Тогда Х первое – это минус 1, а Х второе – берем С с отрицательным знаком, то есть минус 9 и делим на А, а в нашем случае 16. Минус 9 шестнадцатых.